Всем привет! Почти год назад я сняла свое видео 10 вещей, которые делают меня счастливой. И это, наверное, было самое доброе видео на моем канале. И отчасти это потому, что я вам рассказывала о моих самых любимых вещах на всем белом свете. И отчасти потому, что под этим видео нет ни одного негативного комментария, нет ни одного комментария, не относящегося к этому видео. Просто там все комментарии, это вы рассказываете мне про то, что вас делает счастливым. И я каждый комментарий читала и до сих пор получаю комментарии под тем видео. И, наверное, это одно из моих самых любимых видео, пожалуй, на моём канале. И поэтому сегодня я хотела с вами поделиться ещё 10 вещами, которые делают меня счастливой. И первое — это открывать новые упаковки. И неважно, это посылка просто в какой-нибудь коричневой грязной коробке или это подарок. Я люблю именно процесс открывания и процесс этого сюрприза. И поэтому я очень много времени уделяю тому, чтобы человек, ну, постарался так над своим подарком, чтобы он там много бумаги раскрывал или много коробок открыл. И тут же мы переходим ко второму пункту — это дарить подарки. Если вы смотрели моё видео «Идеи подарков на Новый год», то вы знаете, в принципе, нет для меня большего наслаждения, чем вот именно придумывать подарок, находить его, покупать, упаковывать и потом именно видеть лицо человека. Вот, наверное, лицо человека, которое открывает и осознание того, что да, а ты сделал тот подарок, который он хотел, который ему нужен. Вот для меня нет лучшей награды. Третья вещь, которая делает меня счастливой — это возвращаться в Англию. Каждый раз, когда, наверное, ещё только подхожу к терминалу, я уже чувствую, что я еду домой. И я об этом не раз говорила. Я также говорила, что я люблю Россию. Боже мой, я обожаю Санкт-Петербург. Нету другого города в России, в котором я предпочла бы родиться и тем более жить. По-моему, это самый красивый город России и самый уникальный и европейзированный, и в то же время русский. Но каждый раз, когда я прилетаю в Англию или просто нахожусь в пути в Англию, я чувствую, что еду домой. И, наверное, дело всё-таки в людях, которые там есть. И я просто чувствую себя ближе к тому менталитету, к менталитету вот этой открытости, просто их отношение к жизни и то, как они ко всему подходят с юмором и могут посмеяться как над тобой, так и над собой всегда по-доброму. С четвёртым пунктом, я думаю, согласятся очень многие, это выход новой серии твоего любимого сериала. Сейчас я смотрю дневники вампира, которые постепенно как-то, с одной стороны, налаживают свой сериал, потому что в течение, наверное, последних двух сезонов я просто так смотрела, ну, как найти из привычки. Сейчас, поскольку актёры сами выступают в роли режиссёров, но это интересно, да. Очевидно, что сериал уже как-то постепенно затухает, то, что это, если не последний, то уж точно предпоследний сезон, а то будет как со сплетницей, то, что последние два сезона вообще ни о чём, то, что сюжет высосан из пальца, но я, тем не менее, всегда с удовольствием смотрю, и, как обычно, время, вот во время просмотра этого сериала, время прилетает вот 40 минут, как 15. И также выходит каждый вторник сейчас The Following с Кевином Бейконом. Сериал, конечно, лучше не стал, но и хуже, в принципе, тоже. Он всё ещё такой, каким я его полюбила, и подсадила свою подругу Сашу на него. И оба эти сериала я смотрю на Турбик ТВ, там серии выходят в тот день, когда они выходят в Штатах, и сначала появляются на английском, потом с субтитрами, потом с переводом. И также вспомнила, я сейчас досматриваю седьмую серию 22-го сезона Топ Гир, каждый день тоже выходит, это я тоже жду. О-о-о, да. Следующая вещь, которая делает меня счастливой, это свежие простыни, свежее бельё, и вообще это чувство, когда ты достаёшь эту горячую гору одежды из сушилки, и я просто пару минут просто стою и обнимаюсь этой горячей горой, чтобы как-то согреться, и я всё время добавляю свой любимый кондиционер. Это такая мелочь, которая вроде происходит со мной, там, ну, если не каждый день, то через день, или на худой конец раз в неделю, но каждый раз, когда я достаю вот эту новую партию одежды, я каждый раз чувствую себя, ну, это сложно сказать, что это счастье, но это то, что определённо скрашивает мой день, и, ну, знаете, говорят же то, что если каждый день не должен быть хорошим, то в каждом дне должно быть что-то хорошее, что-то в этом роде, суть такая, то вот это определённо то, что всегда скрашивает мой день. Следующий пункт — это крем на кондитерских изделиях. Зачастую, когда мне хочется сладкого, мне редко хочется кекса или печенья. Зачастую мне хочется просто крема. Вы знаете, так просто взять и облизать этот крем с пальца. И очень часто почему-то всякие, вот, особенно когда это массовое производство, крема делаются просто из сливочного масса, добавка какого-то красителя и сахара, и это просто... И поэтому я именно люблю ходить в какие-нибудь кондитерские, брать вот одно печенье с этим кремом, но насладиться им от начала до конца. И на будущее хочу вам сказать, если вы сами будете делать крем, то смотрите те рецепты, где минимальное количество сливочного масла и большинство вот крема — это сливочный сыр. В Филадельфе, к сожалению, у нас теперь где-то, мне кажется, невозможно найти, но маскарпоне и вот все подобные. Вот главное, чтобы было минимальное количество сливочного масла, потому что тогда это получится такой настоящий вкусный и сладкий крем. Следующий пункт — это слышать свои любимые песни на радио. Я редко слушаю радио, то есть единственный случай, когда я слушаю радио, это когда мы едем в машине, и вдруг там маме или брату надоедает уже слушать эхо Москвы, и они решают включить какую-нибудь другую станцию. И это случается очень редко, но когда я вдруг слышу «Thinking out loud» Эда Ширна или «Shaker of Taylor Swift», первая моя реакция — это такой, знаете, достаточно громкий крик сумасшедшего, от чего я обычно пугаю водителя и от чего мне обычно достается, но это того стоит. Как часто вы слышите свою любимую песню на радио? Потому что это настолько отличается, вот просто услышать её в своём плеере, потому что здесь ты контролируешь, здесь ты можешь её услышать в любой момент, но услышать её на радио — это такой магический момент, который происходит достаточно редко со мной. Следующий пункт очень похож на то, о чём я говорила вам в прошлом году, и это сдавать эссе, какие-то презентации, речи, вообще делать домашнее задание, заканчивать. Вот это ощущение, что ты закончила это. И я подслушана Смольной, как-то прочитала, что каждый раз, когда заканчиваю писать эссе, включаю песню «Гитая Сан-Андреас», которая миссия выполнена. Девятый пункт, мне кажется, осчастливил миллионы людей. Вот последние несколько дней в Петербурге — это солнце. И мне кажется, люди из других городов просто не понимают, насколько для нас уникальное редкое событие, потому что у нас идило там 20-300 дней в году солнца, и я вижу, что абсолютно все люди меняются, больше улыбаются, абсолютно все более продуктивные, как-то с удовольствием, что ли, работают. В университете тоже все. С одной стороны, всем хочется поскорее уйти, но с другой стороны, все тоже себя более активные, что ли, в университете даже. Ну, нет, больше всё-таки нам хочется уйти погулять. Ну, что, кстати, тоже очень прикольно, преподаватели это видят, понимают, они же тоже люди всё-таки, и очень часто отпускают там на час пораньше, ну, или на полчаса. Это тоже такая мелочь, которая делает счастливым абсолютно всех студентов. И, наконец, десятая вещь, которая делает меня счастливой — это ходить на утренние сеансы. Вот первый сеанс, который есть в кино в 9 или 10 утра, во-первых, они дешево стоят, во-вторых, кино для меня — это вечный источник вдохновения, и таким образом я прямо с утра заряжаюсь новыми идеями, новым настроением. И последний фильм, который я посмотрела, это было «Солушка». Тем не менее, на то, что вот уж эту историю мы точно знаем вдоль и поперёк, у этой иконизации какая-то особая добрая атмосфера. И у Диснея, кстати, совсем скоро, в этот четверг уже выходит новый фильм, называется «Счастье. Это». В течение двух недель Диснея абсолютно всем дарит билет на «Счастье. Это» в кино. И всё, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке, здесь вам нужно будет указать ближайший кинотеатр, время и ещё несколько пунктов. Всё очень просто. Также я хочу запустить счастливую эстафету. Расскажите мне в своих видео, в своём инстаграме, или в комментариях внизу, что такое счастье для вас, хэштегом «Счастье. Это». Чтобы могла быстро найти ваши комментарии и прочитать их. И да, участвуйте в конкурсе. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И увидимся очень скоро. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok